джай здравствуйте мои слушатели сегодня лекции не будет хочу просто с вами поговорить поделиться планами количество просмотров на канале идет к полмиллиона для такой нетипичной темы как аюрведа это немало значит либо интерес к теме либо ко мне лично не знаю заметно это или нет мне не так интересно брать какие-то модные темы мне интереснее рассказать вам что-то на такие темы на которые кроме меня вам не расскажет никто много вам кто расскажет как чего на праж правильно готовится ага а здесь будет я читаю что мне пишут кто-то просит рассказать про прыщи как выводить кто-то про ги кто-то просит рассказать о камнях что у меня тут много камней перстней на руках что это зачем ну во первых мне кажется про это и так много кто рассказывает во вторых эти темы затрагивают другие большие темы или выходят за рамки там про камни нужно про джокиш рассказывать по сути дела хочу предложить тему которую часто лекторы по юрведе называют обозначают в начале своих выступлений аштанга хридая аштанга аюрведа восемь основных разделов есть такой текст штанга хридая написанный врачом со сложным именем баб гад текст описывает 8 основных разделов аюрведы обычно эту тему так обозначают и потом эту тему выбрасывают и переходят к дошам и ко всему остальному а вот я думаю а не копнуть ли нам с вами немножечко поглубже взять и сделать 8 коротеньких видео на каждую из этих разделов причем рассказать как они описаны в текстах как часто ее представляют западным зрителям и что собственно эти разделы представляют из себя на самом деле на практике потому что лично мне кажется что так как эти темы преподносятся в популярных лекциях они не дают представления о том чем же занимается древняя наука аюрведы что это за 8 разделов сейчас я просто перечислю и обозначу будущие темы первый раздел называется кая чикица что означает лечение тела а что еще лечить кроме тела поговорим второй раздел называется стрирога и балорога что означает гинекология и педиатрия почему в такой комбинации третий раздел бхутовидия переводят чаще словом психиатрия видимо лавры зигмунда фрейда не дают покоя и аюрведе как бы не так четвертый раздел шаллакия тантра лечение головы а что голова это не тело ну да в общем то не совсем тело а причем здесь тантра тантра это же что то такое ага а расскажу пятый раздел неожиданный поворот шаллая тантра хирургия здравствуйте всегда же противопоставляют лечиться по юрведе и делать операцию оказывается хирургия есть в древней науке кто бы мог подумать шестой раздел агами тантра токсикология это же избавление от токсинов то чем так всем нужно то чем забиты все женские журналы несколько месяцев назад меня приглашали поучаствовать в вебинаре на тему весенний детокс было около 12 лекторов в том числе были лектор из индии и италии у которых было высшее образование по юрведе и если я был задачен тем как преподнести наиболее популярную лекцию то индусы с высшим образованием а по юрведе есть высшее образование со всеми учеными степенями и вот эти истинные индийские врачи поставили вопрос ребром а что вы собственно называете токсикологии и что вы называете токсинами я люблю просматривать форум ученые против мифов где в частности заявляются западными врачами что токсинов и шлаков отходов вообще нету а детоксификационные программы это лишь выкачивание денег из доверчивых пациентов седьмой раздел расаяна самое брендовое самое раскрученное слово в юрведе расаяна наука об обмоложении что-то связано с косметологией чтобы молодо выглядеть что же это на самом деле и последний раздел называется баджи карана который чаще всего переводят словом сексология верно здесь опять зигут фрейд или камасутра то это на самом деле разберем вот такие восемь разделов юрведы считаются основными почти у каждого раздела есть несколько названий несколько синонимов все ли это разделы юрведы нет не все может быть после восьмого мы разберем еще парочку не вошедших в этих список по реакции на это видео я решил убрать ли эту тему или взять какое-что еще есть интересная идея следующий раз а на сегодня все извините что не было лекции пока